У Деливера никогда не было проблем со зрением, но серьезная травма глаза, после которой у мальчика началось косоглазие, привела их с мамы к доктору Елене Шуликиной. Уже 4 года врач-офтальмолог занимается лечением ребенка на уникальном аппарате синоптофоре. Скажи мне, цыпленочек в яйце или нет? В яйце. Ровненько сидит или сбоку? Постучи мне ручкой, с какой стороны у тебя цыпленок сидит? В устройстве пациент отдельно каждым глазом видит две картинки, которые аппарат совмещает в единое изображение, благодаря чему одновременно в работу включаются сразу два глаза. Эта методика позволяет со временем полностью исправить косоглазие. Раз в два месяца мы приходим на лечение, лечимся на нашем любимом аппарате синоптофоре. Доктор постоянно все контролирует. Мне нравится явно сюда ходить, потому что Шуликина Елена Александровна мой любимый доктор. Помимо процедур, по рекомендации врача, Деливер делает гимнастику для глаз и практически не пользуется гаджетами. За 4 года наблюдения удалось улучшить остроту зрения до 100% без очков. Мы на последнем этапе с ним, но зато это навсегда. То есть, если нам удастся с ним вылечить косоглазие и прийти к тому, что у него зрение будет хорошее, и глазки не будут косить и без очков, потому что в очках они у него не косят уже давно. Мы боремся с тем, что когда он снимает очки, он все равно немножко подкашивает. Но с этим тоже можно справиться. Если мы с этим справимся, он никогда больше косить не будет. Здесь не только лечат косоглазие. К офтальмологу приходят с разными проблемами зрения. Уже после обследования назначаются процедуры. Например, этот прибор предназначен для повышения остроты зрения, а на аппарате «Ручеек» дети тренируют внутреннюю мышцу глаза. Такие процедуры необходимы при первых симптомах близорукости. Есть и еще один полезный тренажер – мускултренер. На нем лечат и косоглазие, и близорукость. Процент у нас выздоровления достаточно большой. Около 40% детей у нас уходят с полным выздоровлением. Вылечить косоглазие мы можем. Вылечить ленивый глаз, то есть осложнение мы можем. Миопию вылечить, к сожалению, нельзя. То есть если у нас зрение упало, оно уже будет на всю жизнь плохим. Наша задача, чем мы здесь занимаемся, это сделать так, чтобы минусы росли как можно медленнее. В месяц кабинет охраны зрения посещают порядка 30 детей. Только за прошлый год маленьким пациентам провели более 4000 процедур. Но избежать их можно. Главная рекомендация доктора – ограничивать ребенка в пользовании планшетом или телефоном. Лина Бокова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Библия ТВ.